Здравствуйте! Сегодня вы смотрите программу «Регион ТВ», подготовленную совместно с журналистами телекомпаний «Мозря», «Жлобина», «Речицы», «Гомеля» и «Светлогорска» в студии Евгения Барановская. На Мозрском нефтеперерабатывающем проходит конкурс профмастерства «Лучший по профессии». В нем принимают участие работники самых разных специальностей. Конкурс продлится до ноября. Одними из первых лучшего определяли среди газоспасателей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ведь оценить профессионала нужно, что называется, по всем статьям. Дать оценку знаниям теории, убедиться в умении применять ее на практике. В конкурсе среди газоспасателей участие приняли 16 человек. Это большая часть военизированного газоспасательного отряда. Первая часть теоретическая. Всего 10 вопросов. Учитывается не только правильность ответов, но и затраченное время. Одна минута, одна секунда и ни одной ошибки. С таким результатом финиширует первый участник. Надо отметить, ошибок в теории не допустил никто. Для газоспасателей соревнования по профмастерству – это своего рода боевые учения. Здесь и стрессовая ситуация, и необходимость действовать максимально собрано и быстро. Я знаю, что и уверен в своих газоспасателях, что они подготовлены как физически, так и морально к любым действиям и применению костюмового аппарата в разных обстановках. Они все практически знают и владеют всем. Ну, кто-то должен быть лучшим. Газоспасатели – это прежде всего работники аварийной службы. Поэтому быстрое действие для них очень важный аспект. Следующее соревнование тоже проходит с секундомером. Например, сейчас необходимо максимально быстро надеть защитный костюм и дыхательный аппарат, а затем проверить его герметичность. У первого участника, Евгения Колосовского, на это ушло чуть больше двух минут. Среди практической части также вязка узлов, вязка пожарного кресла, а также оказание медицинской помощи. Казалось бы, конкурсное состязание – всего лишь очередная тренировка, но волнение присутствует, хотя и не отражается на слаженности действий. Четкость их выполнения – результат постоянных тренировок. Помимо тренировок у нас также есть аварийные работы, то есть газоопасные мы выезжаем, также издеваем костюмы, аппараты и так далее. Работаем полностью со всем оборудованием. По итогам конкурса лучший результат показал Александр Лобанов. Высокий уровень профессионализма и практический опыт позволил победителю обогнать своих коллег-конкурентов. Кроме почетного титула «Лучший газоспасатель» лидера ждет еще и денежное вознаграждение. Лидия Поттер, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь». Овцеводство – перспективное направление в животноводстве, которое поддерживается на государственном уровне специальной программой. На территории Мозырского района есть фермерское хозяйство, где занимаются разведением овец. На данный момент почти 350 голов. Мозырянин Дмитрий Яблонский не думает на этом останавливаться. Овца Овца – это не только ценная шерсть, но и полезное мясо. Мозырский фермер Дмитрий Яблонский ставку на овцеводство сделал еще 10 лет назад. Спустя несколько лет была принята республиканская программа развития этой отрасли животноводства. Государство поддержало создание племенных хозяйств, то есть разведение породистых овец. На поиски прародителей Дмитрий Яблонский ездил и в соседнюю Россию, и даже в Нидерланды. Но, как говорится, не срослось по объективным причинам. Не прошли ветконтроль. И только в 2017-м из Прибалтики на Мозырщину было завезено 184 овцы породы литовская черноголовая. Это достаточно крупные особи крепкой конституции, неприхотливы в содержании и уходе. Данная программа позволила фермерам, а также многим колхозам привезти с дальнего и ближнего зарубежья породистых овец для развития на территории Республики Беларусь. Были выделены бюджетные средства, за которые было закуплено данное поголовье. С нашей стороны требуется развивать, увеличивать объем животных поголовье, держать их в чистом виде. Нам присвоили еще до этого племм хозяйства овцеводческое, так как у нас соответствовало нормам всем. У нас есть для этого сараи, сила, желание, стремление. На данный момент стадо состоит из 343 голов. То есть на Мозорщине за несколько лет стадо увеличилось в два раза. Раз в год накануне лета животных стригут. Настрик с одного барана до 5 килограммов шерсти, с овцы чуть меньше. Раньше продавали население, в этом году шерсть заберут заводы. Но все же самое ценное – это производство мяса. Баранины и гнятины в районе практически нет. Это, можно сказать, деликатес. Мы собираемся делать собственную бойню. Для чего? Для того, чтобы можно было упаковывать в вакуумные упаковки мяса и поставлять по магазинам. Это тогда будет очень выгодно. Прорабатывали и белорусский, и российский рынок. В вакуумных упаковках замороженное мясо будет уходить на ура. Поэтому пока что мы поголовье не уменьшаем, а наоборот увеличиваем. На овцеводство фермер возлагает большие надежды. На данный момент в Мозорском районе он самый крупный представитель этой сферы животноводства. А в советские времена это было одно из самых перспективных направлений. Я работаю в районе 69-го года и по настоящее время в сельском хозяйстве. Твердо понимаю то, что овцеводством мы занимались все время с 69-го года, как и пришел по 80-е, 90-е годы. Потом в связи с товарами на Чернобыле эта программа затухла в связи с некоторыми условиями. Но сегодня я считаю очень правильно возрождать это направление. И я думаю, что вот такие фермеры, которые занимаются именно овцеводством и целенаправленным маточным поголовьем, будут иметь успех. Овцы любят поесть. Их рацион состоит из зерна, комбикорма и, конечно, сена, которое ранее закупалось у сельскохозяйственных организаций. В этом году район выделяет фермеру дополнительные площади лугов, где животные смогут пастись и сами себе добывать свежее пропитание. А это существенно снизит затраты на их содержание. Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал Мозырь. Первый в Мозыре парк семейных деревьев появился на улице Советской. Свои рябины и клёны высадили порядка 50 молодых семей. Молодая семья Мазуренко свое семейное дерево посадила в честь дочки Миланы. Малышке в мае исполнится два года. И эта парковая территория для неё и её родителей – одно из любимых прогулочных мест. Считаю, что это нравственное воспитание, моральное. В будущем будем гулять по парку вместе. Думаю, ей будет радостно видеть табличку с нашей семьёй, с нашей фамилией. И будет радоваться этому. Первая в Мозыре аллея семейных деревьев станет продолжением городского парка. На праздничное мероприятие по случаю её открытия пригласили депутатов, руководство района, активистов, общественных организаций. При посадке вспоминали традиции и много говорили о семейных ценностях. Я хотел бы, конечно же, чтобы моя семья не только крепла, чтобы мои внуки символизировали тоже дерево, чтобы это дерево крепло, чтобы у него всегда была зелёная крона, много листьев и сильные крепкие корни. Значит, семья будет всегда крепкой. Символично, что создавалось ещё одно уютное место для прогулок в день республиканского субботника. Субботник республиканский всегда очень актуален. Он проходит накануне 22 апреля, поэтому этому событию мы и преподнесём посадку этого дерева. Почему? Потому что такая традиция заложена ещё нашей историей, и она значимость не утратила и сегодняшнее время. Тем более благоустройство, озеленение реально для наших жителей и граждан. Поэтому ухаживать, учитывая то, что вся моя семья тоже на субботниках, в каждой своей организации и учреждении образования, поэтому я надеюсь, что они тоже привносят достойный вклад. Но я сажу, они будут ухаживать. Полсотни саженцев и столько же семей. Были среди них и молодожёны, и семьи с солидным совместным стажем. Участие в посадке принимали и взрослые, и дети. А возле каждого дерева установили фамильную табличку. Я когда узнала, что это напротив того дома, где я родилась и выросла, то есть в бывшей сказке, это просто меня как бы до дрожи было, потому что я здесь выросла, я прожила здесь жизнь. И это очень символично – посадить после себя дерево. И я очень рада, что мои два сына согласились принять участие в этой акции. Самые юные участники посадки обещали постоянно ухаживать за своими саженцами. Я это дерево посвятил бабушке, дедушке. Я за ним буду приходить ухаживать каждые выходные. Я помогал сажать моим родителям наше семейное дерево. И я очень рад, что мы его посадили. Мы будем ухаживать за ним. Я очень рад, что мы посадили дерево, и мы к нему будем приходить и за ним ухаживать. Создание парков семейных деревьев – инициатива Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Каждая семья сможет посадить свое дерево по случаю бракосочетания, рождения ребенка или годовщины совместной жизни. Очень символично, что данный проект реализуется в год Малой Родины. Это очень важно сегодня. Молодые семьи Мозорщин имеют такую возможность посадить свое семейное дерево, внести свой вклад в озеленение и благоустройство нашего города. Аллея на улице Советской получилась смешанной. Через несколько лет здесь зашумят березы, клены и рябины. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозорь». Более 270 исследований представили участники Второго Полесского образовательного и научного форума, который проходил в Мозорском государственном педагогическом университете имени Ивана Шамякина. Форум объединил более 100 педагогов из 170 учащихся учреждений образования Гомельской и Минской областей. Интерактивные площадки, выставочные экспозиции, тренинги для педагогов и сотни участников. Мозорский государственный педуниверситет принимает гостей Второго Полесского образовательного и научного форума. Преподаватели, учащиеся двух крупных областей Гомельской и Минской, собрались, чтобы пообщаться, поделиться наработками, обменяться практическим опытом. Подготовлено более 200 работ научных, начиная дети от первого класса, заканчивая студентами Мозорского государственного педагогического университета. Это здорово, что есть такая преемственность в Мозорском районе. И сегодня на выставке мы увидели совершенно новые подходы к научной деятельности, интересные задачи, которые ставили перед собой молодые ученые и педагоги, интересное решение и практическое применение в жизни. И это радует, ведь наука – это изучение окружающего мира, только более внимательное и более внимательный взгляд на окружающую тебя действительность. Отрадным является то, что возглавляют сегодня этот форум наш студенческий коллектив, а также наши ребята из молодежного парламента. Ведь город наш не зря получил звание «Город дружественный детям». И сегодня молодежь во главе такого интересного мероприятия. В центре внимания участника форума тема актуальна для сферы образования. От электронных образовательных курсов по логопедии, математике до опыта применения новейших технологий, например, в работе с младшеклассниками, имеющими нарушение речи. Основной целью данного мероприятия является привлечение молодежи в научную деятельность, развитие их способностей исследовательских, познавательных способностей, расширение его кругозора. Конечно, это мероприятие играет большую роль в развитии нашего образования, нашего полевского региона. Прежде всего, здесь, в этом году мы сформировали наше мероприятие из двух частей. Первая часть – это конкретно для школьников. Они готовят свои доклады, защищают их, участвуют в конкурсе. И лучшие победители конкурса будут поочеренны сертификатами и наградами. Самые юные участники Поляского форума наработками делились во время презентации выставок на секции «Юный исследователь». Заявлены были десятки интересных тем. Здесь и мода на мову, и посткроссинг, и национальные традиции, и важные экологические проблемы. Во всем мире растет интерес к наследию. Так и в Республике Беларусь. В 2019 год был объявлен год до малой родины. Ведь без прошлого, без корней нет будущего ни одного народа, ни у человека, ни у семьи. У нас дома есть прабабушкино полотенце, которое хранится у нас уже много лет и передается из поколения в поколение. От бабушки я узнала, что это полотенце называется ручником. Бабушка рассказала мне, что это полотенце – наша семейная реликвия. Ручник, которому много лет был подарен бабушке, моей прабабушке Евгении Михайловной к свадьбе. Наша тема – бытовые отходы, как экологическая угроза. Наша цель – получение представления о разнообразии мусора, о возможных способах его сортировки и утилизации, а также вторичное использование. Мы хотим с моей ассистенткой, чтобы люди правильно сортировали мусор и чтобы не было загрязнений. Для педагогов на форуме другая программа. Им предложили принять участие в тренингах педагогической мастерской. В этом году мероприятие посвятили 75-летию Музырского государственного педагогического университета имени Ивана Шамякина. Полесский образовательный и научный форум проходит раз в два года. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь». Открытое первенство Гомельской области по панкратиону состоялось в Реческом спортивно-физкультурном центре детей-молодежи «Олимп». На турнир прибыли более 50 бойцов. Это представители клубов Гомеля, Жлобина, Мозри, Кормы и, конечно же, хозяева Речичани, команда «Петрович Тим», а также бойцы из Бобруйска и Минска. Организаторами такого масштабного соревнования, как открытое первенство Гомельской области по панкратиону, выступили Управление спорта и туризма Гомельского облсполкома, Белорусская федерация панкратиона и смешанных боевых единоборств Реческий райисполком. В торжественной части спортивного мероприятия принял участие заместитель председателя Реческого райисполкома Александр Горбач. В своем приветственном слове представитель районной власти обратился и к болельщикам, и к спортсменам. От лица Реческого районной власти, от себя лично, хочу вас всех поздравить с спортсменным праздником, праздником панкратиона, который в настоящее время приходит в Реческий. Хочу нам, болельщикам, наверное, пожелать зрелищных, захватывающих боевых. Вам, уважаемые спортсменники, поменьше травм, побольше достойных побед. Ну, и так как это соревнование, в любом соревновании побеждает сильнейших. Поэтому пусть он достойно победит. Удачи вам всем. Кроме зрелищных боев, гостей спортивного мероприятия областного значения ожидали яркие выступления юных танцоров. Реческая команда выставила 12 бойцов. Особо впечатлил болельщиков Петр Солдатенко, который провел три боя, из них два завершил досрочно. И эти победы не случайны. Петр Солдатенко – многократный чемпион страны по греплингу. В боях он отлично совместил борцовские дисциплины, максимально использовал болевые и удушающие приемы. В целом речечане выступили достойно. Они завоевали 8 золотых и 4 серебряные медали. Что касается самих состязаний, то они, как всегда, были яркими и зрелищными. Подтверждение тому – большое количество болельщиков, которые прибыли поддержать спортсменов. Главная цель состязаний – популяризация панкратиона, древнейшего вида единоборств, в котором удары руками и ногами сочетаются с борьбой, а также выявление сильнейших спортсменов. Смешанные единоборства у нас развиваются в Белоруссии. Панкратион идет пока один из первых в смешанных единоборствах. Он больше приближен к профессиональному, а это любительская база. У нас в Речице впервые проходил панкратион область именно по любителям. Мы решили попробовать. Присутствовали на соревнованиях такие люди, как заместитель председателя федерации и директор федерации. Пообщались, предложили, что в сентябре у нас будут проходить, скорее всего, здесь на амфитеатре пока предварительно, уже профессиональные бои. Привезут с некоторых промоушенов у нас пояса и будут разыгрываться пояса. Будут пару боев подводящих любительских и будут профессиональные бои уже по профи, по смешанным единоборствам. Этот спорт в последнее время стал динамично развиваться. Скажу прямо, не без помощи нашей организации, потому что для нас это является приоритетными видами спорта. Панкратион, как первый олимпийский спорт и ММА, как современный спорт, который очень динамично развивается. В вашем регионе, скажем так, это начало пути, но, скажем так, уже дан хороший старт. Было представлено на прошлой части мира два представителя вашего города, которые, скажем так, вошли в призы, стали мастерами спорта международного класса, что отражает работу в регионе. Конечно, есть большие планы по дальнейшему сотрудничеству. Ведем переговоры с вашими властями по поводу помощи в открытии какого-то спортзала в городе Речи, который бы помогал любителям единоборств в достижении их результатов и, в принципе, развитии спорта в регионе. Сейчас сильнейшие бойцы, в числе которых и речичане, готовятся к чемпионату Беларуси по панкратиону, который пройдет в конце апреля в Столбцах. Эти соревнования станут отборочным этапом для атлетов. По результатам выступлений спортсменов на состязаниях будет формироваться сборная страны, которая выступит на чемпионатах Европы и мира в 2019 году. А сейчас вашему вниманию предлагаем блок сюжетов из Светлогорска. Наши коллеги увидели, как прокуроры играли в футбол, объяснили нам, что такое креатив по-светлогорски, и внесли яркие краски фестиваля в солнечную весну. 19 апреля в санатории «Серебряные ключи» состоялся финал республиканского турнира по мини-футболу среди сотрудников органов прокуратуры. Участниками соревнований стали команды Гомельской, Витебской, Могилевской областных прокуратур, а также Генеральной прокуратуры. Перед торжественной церемонией открытия турнира они посетили находящийся на территории санатория памятник подвигу моряков Днепровской флотилии и возложили венки к монументу. Турнир проходил в культурно-спортивном комплексе санатория, открыл соревнование заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь Алексей Стук. Вы знаете, если бы команда Генеральной прокуратуры не участвовала, я, может быть, сказал, что одинаковой степени болею за всех. Но, коль команда Генеральной прокуратуры есть, то, я скажу так, что их дальнейшая карьера зависит от сегодняшней игры. Даже так. То есть, перефразируя определенную пословицу, скажем так, их карьера в их ногах. Гонка за победу в турнире началась. Команды провели серию игр. Победитель турнира определился только в четвертом часу дня. Главный кубок ведомственных соревнований по мини-футболу завоевала команда Могилевской областной прокуратуры. Гумельские прокуроры стали вторыми, а команда Генпрокуратуры замкнула тройку лидеров. Стоит отметить, что предыдущий аналогичный турнир проводился здесь в 2004 году. И очень символично, что ровно 15 лет назад здесь состоялся турнир по мини-футболу среди прокурорских работников. Мы помним эту дату. Сегодня есть игроки, которые участвовали 15 лет назад. Тот же Сущинский Вадим Валентинович. Но он уже приехал в качестве прокурора Витебской области и привез свою команду. Вот сколько за 15 лет произошло событий и в служебной деятельности, и в спортивной. Поэтому сегодня мы желаем успехов всем финалистам. Победительнейший. И за студия «Креатив» вновь подводит итоги. Каждый год весной лучшие работы учеников всех отделений студии отбираются для финальной экспозиции. Выставка под названием «В каждом художнике, в каждом мазке учитель продолжается в своем ученике» открылась в картиной галереи 18 апреля. 350 работ воспитанников Александры Малаевой разместились в четырех экспозиционных залах. Каждая картина – это новое достижение в совершенствовании талантов начинающих художников и гордость как для них самих, так и для педагога. У меня не так хорошо получалось рисовать, а в этом году моим самым любимым предметом стала сухая пастель. И каждая моя картина с каждым уроком становится все лучше и лучше, и я горжусь этим. Иногда приходится, конечно, что-то переделать, что-то перерисовать, что-то начать сначала. Для этого нужно определенное желание, упорство. Если это есть, то я могу сказать, что никакого таланта не надо. Талант может помочь на 5%. Ребенок будет немножко посильнее, чем все остальные. Но все остальное зависит только от желания, упорства и настойчивости. Как всегда, посетители выставки могут проголосовать за понравившиеся работы, тем самым помочь авторам представленных картин одержать победу и получить заслуженные награды. Конкурс будет проходить до 18 мая. Бланки для заполнения выдаются при входе, а уж какая картина самая лучшая и достойна специального приза, каждый решает сам. Посмотреть здесь действительно есть на что. Разнообразная тематика работ, необычные техники рисования, ярко, эмоционально и душевно. На креативе мы рисуем много чем? Гуашь, акварель, пастель. Больше всего мне нравится рисовать акварелью и анималистический стиль. Там мы больше всего рисуем про животных. Мне нравятся больше всего кошки. Почему? Потому что они такие пушистые, мягкие и на вид милые. Хотя, если их разозлить, могут быть и агрессивными. В течение месяца будет работать и судейская коллегия. Профессиональные художники тоже оценят представленные работы и определят лауреатов и дипломантов. С детства я всегда мечтала рисовать, но обучиться довелось только осенью прошлого года. Я пришла в изо-студию креативки к Александре Малаевой. Хочу сказать, что независимо от возраста, профессии, то, чем вы увлекаетесь, занимаетесь, рисовать никогда не поздно. И в этом вы можете убедиться на выставке, где представлены работы абсолютно разных возрастов. От маленьких до более взрослых. И Александре удается вовлечь всех в процесс, заразить всех энтузиазмом. И мы с удовольствием посещаем творческую студию, где обучаемся различным техникам. Изо-студию креатив ежегодно посещают более 150 учащихся. Открыты группы и для самых маленьких, и для взрослых. Также отдельно работает отделение для людей с особыми потребностями. Запись в изо-студию на следующий учебный год началась и продолжится до августа. Можно позвонить по телефону 8029-374-7019. Яркие окраски, зажигательная музыка и веселые ведущие. 19 апреля возле дома культуры энергетиков прошел Color Fest. К четырем частам здесь собралось много народа. Вход на фест был не по билетам, а по краске. Купил пакетик 2 любого цвета и вперед обсыпать всех окружающих. Зрелище впечатляющее. Разноцветные лица, радужное облако над головой. Со всех сторон летит розовая, желтая или голубая пудра. Чистым здесь остаться было нереально. Да никто к этому и не стремился. В этом году организаторы подготовили танцевальную программу. Были и конкурсы для зрителей. Подарок – пакетики с краской. От желающих поучаствовать не было отбоя. Фестиваль красок в Светлогорске проходит уже не в первый раз. И с каждым годом участников этого разноцветного шоу становится все больше. На сегодня это были все сюжеты выпуска. Встречаемся с вами через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова